Привет! Рада вас видеть в своем новом видео. Сегодня мы поговорим о моих походах к психологу. Да, я оказалась у психолога, и как я вам об этом сейчас все подробно расскажу, сразу не хочу никого пугать, никакого там страшного травмирующего события в моей жизни не произошло, что я пошла к психологу, просто я решила поработать над своей тревожностью, которая мне была присуща, мне кажется, всегда, вот. А тут я решила с этим вопросом разобраться более подробно. Да, конечно, некоторые отмечают мою позитивность, всегда там веселый настрой в видео, но даже у таких вроде бы позитивных людей, позитивно видящих этот мир, тоже бывают свои проблемы, бывают свои какие-то разочарования, какие-то свои тревоги, и об этом, конечно же, можно поговорить психологу. Почему я решила это видео раскрыть на этом канале, казалось бы, материнском, да, потому что я знаю, что многие мамы в декрете, они тоже подвержены тревожности, тревожности за своих детей, за свою карьеру, за свою семью, за отношения с супругом. Ну, в общем, тревожные люди знают, много над чем можно потревожиться. Вот, но если мы сопротивляемся этому тревожному чувству, то давайте делать это не с печальным лицом, поэтому сегодня я буду стараться быть позитивной, рассказывая про свой опыт похода к психологу, поэтому присаживайтесь поудобнее и будем разговаривать обо всем по порядку. И первое, что я хотела сказать, то что, да, действительно, проблема, с которой я обратилась к психологу, это была моя тревожность. Что я под этим понимаю? То, что многие вещи в моей жизни у меня вызывают какие-то тревожные чувства, то есть я тревожусь по поводу работы, по поводу тому, кто что там обо мне подумает, да, вот это вот странно делать почти 30 лет, но все равно это было мне иногда происходит. Тревожусь по поводу своего ребенка, достаточно ли я хорошая мать, тревожусь по каким-то там жизненным обстоятельствам, состоянию здоровья, да по всему, короче, чему только можно, я тревожусь. Вот, и эта тревожность, она, конечно же, отражается на многом, и на твоем эмоциональном состоянии, и на твоем сне, и на твоем поведении, и на твоей возможности вообще делать какие-то дела и чего-то достигать в этой жизни, потому что тревожность, она реально связывает иногда нам руки. Поэтому я решила проработать весь момент с психологом, и вот некоторые тезисы, которые, может быть, и вам будут полезны, я изложу в сегодняшнем видео. И первое, о чем бы я хотела сказать, это о том, что в первую очередь порекомендовал мне сделать мой психолог, это сделать чекап организма. Да, казалось бы, это не касается ментального здоровья, а вполне-таки больше физического, да, но, тем не менее, она мне сказала, сделайте чекап, посмотрите состояние своих гормонов, да, там, своей эндокринной системы, как у вас вообще что с организмом, потому что часто какая-то тревожность, что-то такое, оно сопровождается еще какими-то либо заболеваниями, да, там, скрытыми, либо просто каким-то там недомоганием, цитом каких-то веществ и так далее, и тому подобное. Вот также она порекомендовала мне пить витамин D и магний, вот, и то есть вам я тоже, в принципе, хочу сделать эту рекомендацию, не в плане, не в формате такого психологического совета, да, а в общем, жизненный совет, пройдите чекап организма, сходите к своему терапевту, пускай вас запишут на сдачу анализов крови, мочи и так далее, там, какие-нибудь рентгены, УЗИ и все, что только можно сделать, короче, сделайте, сходите к эндокринологу, посмотрите щитовидку, нехватка йода тоже у нас там в организме присутствует. Конечно же, если есть возможность, то уделяйте как можно больше внимания своему организму, своему физическому здоровью, занимайтесь спортом, правильно питайтесь, ну, короче, все по возможности. Вот, это первый совет, который мне сказал психолог, вам всем я его тоже транслирую, я, к сожалению, пока чекап организма своего не сделаю, я решила, что я пойду к эндокринологу, буду проверять все свои гормоны, когда мы закончим грудное вскармливание, вот, то есть, когда я перестану кормить малышку грудью, тогда на тот момент я уже пойду и все, соответственно, проверю, когда там уже все устаканится и будет более-менее понятно. Второй совет, очень важный, я буду прямо с козырей заходить, это для людей, которые любят все контролировать. Вот я тоже контролирующий человек, и многие ситуации, которые проходят в моей жизни, которые и, в принципе, не требуют моего участия, мне хочется все равно в них участвовать, да, мне хочется все проконтролировать, для меня очень важно, чтобы все шло по плану. Вот я, допустим, запланировала, что я буду каждый день вставать в 6 часов утра, и если вот у меня день начался как-то по-другому, я встала не в 6, а в 9 из-за того, что ребенок, например, ночью плохо спал и капризничал, все, у меня как бы из-за этого уже портится настроение, падает мотивация на весь день, и день может пройти как-то не так, как я планировала его изначально. Так вот, не в зависимости от того, как складывается этот день, пошел он по плану или нет, то есть что-то у вас может смещаться, да, по времени, по таймингу, вы все равно придерживаетесь тех целей, которые вы запланировали на этот день. То есть условно, если вы запланировали, что вы будете встать в 6 утра, и у вас там расписан график, да, там на весь день в 6 утра, но вместо этого вы встали в 9, то придерживайтесь точно такого же графика, только с 9 часов утра. То есть да, у вас что-то сместится, что-то из этого плода намеченного выпадет, а может быть что-то наоборот удастся быстрее сделать, таким образом вы все равно что-то хорошее сделаете. Даже если весь день вы лежали в плохом настроении, просмотрели шоцы, просмотрели ютуб, ничего не сделали, и сейчас уже вечер, 8 часов там, не знаю, вечера, пора ужинать и спать, в этот момент вы все равно можете хотя бы какую-то одну полезную задачу из тех, которые вы запланировали сделать. То есть даже если вы падаете в уныние, падаете вот в эти тревожные вам всякие размышления и ничего не делаете в течение дня, в конце дня вы всегда можете сделать этот день лучше. Для этого вам нужно просто задать вопрос, как сделать так, чтобы сегодняшний день не был прожит зря. Вот. И вы получите, ну, как правило, вы найдете в этом моменте ответ, даже если, допустим, вот вам там такую подсказку, вам ничего не захочется сделать из таких обязательных дел, то вы можете позвонить кому-нибудь из близких или родных, кому давно не звонили, и это тоже наполнит вас позитивной энергией, вам будет легче уснуть. Присвойте себе свои заслуги. Да, девочки, нам это очень тяжело делать, особенно когда мы сидим в декрете, когда мы целый день занимаемся ребенком, домом, нам кажется, что мы никак не прогрессируем. Некоторые девочки пишут, я чувствую, что я деградирую в декрете, вот, что что-то идет не так, что вот другие все сейчас находятся где-то там на бале, дышат своими нерожавшими матками, а я вот тут вот вся, короче, в подгузниках, в готовке, в уборке, во всем, ничего в моей жизни такого интересного, интеллектуального не происходит. Я хочу вам сказать, не обесценивайте себя. Вы взращиваете нового человека, да, можно сказать, из ничего. Вы его, во-первых, создали в своем животике, потом еще и родили, огромные испытания преодолели, а сейчас еще, жертвуя своим временем, там, своим здоровьем, своим каким-то эмоциональным состоянием, своей карьерой и всем, вы ставите на ноги настоящего человека, полноценного члена общества будущего, который, возможно, принесет очень много радости и счастья этому миру, вот. И то есть вы свою функцию никаким образом не должны вы себя принижать. Вы делаете реально очень важную вещь и для своего ребенка, и для своей семьи, и для всего человечества, если так глобально можно на это посмотреть. Вообще стать матерью – это достаточно сложно, и умение заботиться о ком-то бескорыстно – это, наверное, самая такая черта, которую можно ценить максимально высоко, да, то есть самопожертвование, да, вот умение вот о ком-то заботиться, делиться своей любовью, своей теплотой, выполнять какие-то монотонные действия за дня в день для того, чтобы другому человеку было хорошо, чтобы он рос здоровым, счастливым и классным. Это ни в коем случае не деградация, это огромный рост, и это очень большой рост, если это, ну, понятно, не в финансовом плане, не в каком-то таком, да, там, не в образовательном, но это огромный рост в плане эмоциональном и ментальном, то есть вот я даже по себе замечаю, что декрет, беременность, вообще становление меня как мамы, они очень сильно меня изменили внутренне, у меня появился какой-то такой прямо стержень серьезный, вот, во-первых, во-вторых, я поменял многие свои взгляды, я стала открыть, я стала эмпатичней, ну, короче, вообще приоритеты многие изменились, это огромный рост. Вот, наверное, ничто так вот в плане внутреннем меня не меняло, как материнство, поэтому присвоите себе эту заслугу, то, что вы мама, вы молодец. Точно так же, если вы не являетесь мамой, да, там, собираетесь ею стать, или просто в любой другой ситуации, выпишите просто 10 вещей, да, за которые вы могли бы себя похвалить, которые происходили в вашей жизни. Если вы затрудняетесь это сделать, обратитесь к своим близким, у вас есть муж, подруга, мама, папа, не знаю, кто угодно, пусть каждый набросает что-нибудь, что у вас есть хорошего, или что хорошего вы достигали за свою жизнь. Вдруг вы запамятовали, да, не можете вот так сходу сказать. У любимых, у близких ваших людей всегда найдется ответ на этот вопрос, и вот эти вот достоинства, их надо себе присвоить. Перестаньте быть вот с этим синдромом самозванца. Вы действительно имеете какую-то ценность, вы живете на этой планете, дарите всем любовь, радость и все такое. Момент это не сравнивайте себя с другими, и вообще не примеряйте на себя чужие цели. Вот у меня есть такая вот ошибка, то, что я иногда смотрю на что-нибудь, ну, а тот же самый инстаграм, мы смотрим на красивую картинку, и такие, вау, класс, я тоже так хочу. Смотрим другую красивую картинку, совершенно про другую, да, там на одной картинке кто-то путешествует, вау, я так хочу, на другой картинке у кого-то счастливая семья, вау, я так хочу, на третьей картинке кто-то свой бизнес открывает, вау, я так хочу. И вот вы смотрите, да, разные вещи, разные цели, разные ценности, но вы это все примеряете на себя, и загораетесь вот этой красивой картинкой, да, И вам кажется, что это уже ваши цели. Вы начинаете присваивать себе эти цели. А вот так вот, по большому счету, надо уметь задать себе вопрос, а это действительно то, чего я хочу? И как бы представить себя во всей истории, и нужно ли вам вот это вот все, и вот эта вот шикарная машина. Может быть, у меня вот даже прав нет. Как я могу ходить, ходить какой-то там себе инфинти, на чем сейчас модно ездить, на ягуарах? Как я могу? Наверное, на ягуарах. На чем ездить сейчас? Короче, пишите в комментариях, чем сейчас хвастаются люди. Вот, в общем, и смотреть туда, и как бы примерять на себя какие-то чужие жизни, которые не факт, что вам это хочется на самом деле. То есть очень важно раскопать для себя, нужно вам это или нет. И не надо участвовать в тех гонках, в которых вы вообще не являетесь наездником, да, допустим. Вот какая ситуация у меня, например, в своей ситуации я расскажу. Я вышла из декрета, да, когда моей дочке сполнился годик, и пошла на работу. И там все супер заряженные, все такие рабочие лошадки, строят карьеру, работают днем, ночью, там, завтра, послезавтра. И я стала чувствовать какие-то за собой комплексы, то, что я не могу так отдаваться работой. То есть у меня теперь есть ребенок, у меня семья, мне надо с ней заниматься, мне надо ей удивлять внимание. То есть, допустим, нерабочие часы в час ночи, я не могу в чатах рабочих там отписывать какую-то информацию, да. Вот, я начала чувствовать себя загнанной какой-то такой, что типа, вот, других вот это вот все есть, а я вот так вот не делаю, я, наверное, какая-то не такая, я плохой сотрудник, я еще кто-то там. В общем, начала всякие на себя ярлыки, ненужные совершенно навешивать. Но мне надо было просто ответить себе на вопрос, посмотри, совпадают ли твои ценности с теми ценностями, которые есть у этих людей. Люди, которые в час ночи пишут в чатах, которые там чем-то таким занимаются, если посмотреть на них, они в основном там либо не замужем, либо без детей, то есть у них реально есть на это время. И работа – это вся их жизнь. А в моем случае работа – это не вся моя жизнь. У меня все другие ценности, у меня ценности – это моя семья, да, то есть у меня самое важное – это вообще мой ребенок сейчас, да, мой ребенок, мой муж, моя семья, мой дом, моя крепость, мои друзья. В общем, удовольствие мне приносит не работа, работа – это для меня средство достижения, ну, результатов определенных, ну, то есть заработка денег, да, то есть это мое средство – заработка денег. Вот я получаю от нее деньги, выполняю какую-то функцию, мне за них платят, все, на этом мы останавливаемся. Потому что для меня в моей жизни важны реально другие ценности. Это моя семья, мои друзья, мои увлечения в виде блога на ютубе, например. То есть для меня это намного интереснее, и это мне больше дает энергии. Поэтому не надо участвовать в тех гонках, в которых вы не являетесь наездником. То есть если у вас другие ценности, то и занимайтесь своими ценностями. Точка. Момент, про который я хотела бы сказать, тоже, наверное, актуально для мамочков декрет их, это создание некоторого уголка чистоты. Расскажу, в чем дело. Дело в том, что меня постоянно триггерит и расстраивает беспорядок бесконечно, который есть у нас дома. Который вообще, в принципе, не заканчивается и не прекращается. Действительно, у нас дома много беспорядка, потому что у нас маленький ребенок, потому что я работаю, супруг работает, мы все время все заняты, у нас все время какие-то дела. И мы не успеваем просто мало того, что собирать, да, игрушки, которые юная иногда раскидает, она не всегда их выбирает за собой. Мы еще и не успеваем отметь какую-нибудь кашу, прилипшую к сковороде, к кастрюле, извиняюсь. То есть, не успеваем там что-то за собой убрать, все это в беготне, в суетне какой-то. И разумеется, когда у тебя ребенок, и ты работаешь одновременно в декрете, то тебе приходится чем-то жертвовать. И я выбираю жертвовать порядком, а не вниманием, допустим, к своему ребенку. Я лучше поиграю лишний час с ребенком там в развивашки, в ее какие-то игры, побешу с ней, потанцую под веселые песенки из бременских музыкантов. Не знаю, чем я буду драть квартиру, потому что, как показывает практика, вот в выходные у нас бывает, юночку забирают мои родители, мы убираемся дома. И вот эта вот уборка, да, целый день уборки, ее хватает, не знаю, на полдня следующего, когда юночка вернулась, мы там начали что-то готовить, она где-то начала играть. Тут что-то происходит, и, короче, этот порядок весь рушится. Поэтому теперь порядком я занимаюсь, когда у нас есть возможность, и когда мне это приносит удовольствие. Но, тем не менее, у меня есть потребность в том, чтобы было какое-то место, где бы я чувствовала себя комфортно. И если у вас похожая ситуация, то я рекомендую вам найти какое-нибудь место в вашей комнате, как раз совет у моего психолога. В вашей комнате, в вашей квартире, может быть, это будет балкон, может быть, это будет кухня, может быть, это будет какой-то уголок спальни, и там вот будет всегда порядок. Вот там будет всегда порядок. То есть во всей остальной квартире может быть какой-то хаос, но вы вот приходите в это маленькое укромное местечко, посидите там в порядке, напитайтесь этой энергией, выдохните, посмотрите, что все не так уж плохо, не везде у вас пыли срач, вот тут вот, в принципе, вроде бы ничего, и пойдите дальше делать свои дела. Самое, которое бы я хотела ответить в этом видео, это ищите во всем позитив. Только мы решаем, как реагировать на те или другие события. То есть событие произошло, у вас появилась какая-то первая эмоция, агрессия, негатив, еще что-то, но вам надо посмотреть на это событие по-другому. Так ли оно ужасно, да, там, допустим. Какие выгоды можно получить от этого события, да, то есть как можно решить это событие с меньшими потерями, какие уроки жизнь предоставила вам благодаря тому, что это событие с вами произошло. То есть делать какие-то выводы, решать задачу и двигаться дальше. Не надо пережевывать вот эти вот всякие негативные моменты, они несут только больше тревожности за собой. Поэтому, что бы с вами ни случилось, только вы выбирайте, как на это реагировать. И поэтому на любую трудность можно реагировать, как на вызов, да, идти бороться, или как на какую-то угрозу действительно, с которой вы бежите и куда-то пытаетесь убежать, и не решать проблемы. То есть у нас всегда есть две реакции, бей или беги. Вот лучше бить. Ну, это применимо только метафорически, да, то есть в реальной жизни никого бить не надо. В жизни мы все, конечно же, в реальной жизни мы все пацифисты, мы все добрые, прекрасные и хорошие. Ну, в принципе, несколько мыслей я уже для вас изложила. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Туда я буду скидывать новые какие-то упражнения из тех занятий, которые у меня будут проходить с психологом. Вот, если будет интересно, сможете их тоже как-то бы практиковать в своей жизни. Да и просто, если кому-то нужна поддержка, помощь, вы можете написать, во-первых, здесь в комментариях, да, там я вам обязательно какой-нибудь фидбэк дам. А во-вторых, вы можете написать в нашем телеграм-канале, мы там с девчонками общаемся, все вместе обсудим, все разложим по полочкам и дадим, самое главное, поддержку.